Регидратируется в течение 3-5 минут Достаточно быстро это происходит Во время ее припасовки в полость рта Она также пропитывается кровью Набухает этого вполне достаточно В объеме она где-то в 2 раза увеличивается Пока вы ее регидратируете и припасовываете Вот ее фиксация обычными межзубными швами К хирургическим сосочкам Таким же образом вы можете зафиксировать Но мы все не еще это обсудим Мы свободно десерим от трансплантации Будет такая же картина А про его особенности мы поговорим отдельно И фиксация Слизистый косичный лоскут Двойными обвивными швами И вертикально ушитый разрез Это снятие швов 14 Это по-моему месяца полтора Там просто у нас другие были работы Мы встречались Поэтому мы как-то ее много очень запечатлели Там полтора, три месяца, шесть Ну и вот, да, измерение Рецессии Отсутствие, точнее ее уже Результат Это 12-й зуб А вот он у нее один Почему-то не резорбировался Да и колон Именно у нее Причем было прооперировано Потом еще много чего Все швы у нее А вот он один Не могу объяснить Да, он так и остался К сожалению Ну вот он, кстати, да Конечный результат ее Где-то спустя, наверное, 8-9 месяцев Или год Год, наверное Потому что мы там Протезированием еще занимались Всякими другими мероприятиями Вот ее результат Ну шов, да, так У нее вот один Почему-то у нее все расстались А вот он один Было уже много И один остался К сожалению Ну ее как-то это не беспокоится Ну ей не надо Ну зачем? Если она захотела, можно? Можно, почему? Я думаю, что он там просто инкапсулировался И как-то там сидел Но он не причиняет никаких неудобств Дискомфорта не воспаляется Пока нет Дальше Как она захочет Если как только захочет Я сразу проколю и уберу Так, вы сожжете Господи, что? Ну я тоже Не сторонник Хочу обратить внимание Если кто-то не обратил Внимание свое На 13-м зубе Было Такой нависающий край Долгое время Вот он выравнивается Где-то, да К 12-ти месяцам Вот эти все неровности После Приживления Слизно-энкосичного лоскута Они бывают Видны какие-то края Границы Препарируемых тканей И так далее Видно границы Слизно-энкосичного лоскута Его совмещения Иногда бывает видны Границы анатомического Хирургического сосочка Вот они к году Уже все нивелируются Даже никаких Не требуется больше Ни пластических мероприятий Самое главное Что мы создали Опекально Большой объем Прикрепленный Диснея Опекальнее Двух Да Зенитов Зубов И Теперь мы Думаем Что А реставрация Вообще делается Адонтопластика Перед операцией Я покажу Это в области Множественных рецессий Мы Вообще делается Дон У пациентка Поскольку думала Что она будет делать Виниры на все зубы От Первого маляра До первого маляра Она Сначала решила Что она не будет Потом когда Я так понимаю Ей посчитали Стоимость этого Лечения Ортопедического Она решила Остановиться На реставрациях Поэтому Вообще Донтопластика Делается Перед операцией Прямо непосредственно Это выполняет Либо терапевт С которым вы работаете Прямо в день операции Либо вы сами Если владеете Навыками реставрации Да нет Любой Ну Мы же Говорим о световых Каких-то композитах Последних поколений Чем вы Предпочитаете Самая главная Задача Чтоб он был Очень хорошо Заполирован Да В зоне Маргинальной Дисны Там где Скопление Налета Вероятно Там где Есть Какие-то Ретенционные Пункты Для Удерживания Мягкого Зубного Налета И присутствия Воспалительных Компонентов А теперь Мы поговорим О том Что Мы уже Несколько раз Обозначали Эту тему И Конечно же О свободном Дисневом Трансплантате Если Если вы Сегодня В таблице Обратили Внимание Что Применение Однослойных Методик Имеет Очень Узкое Своё значение И ограничено По возможностям Применения Почти Во всех Клинических Ситуациях Мы используем Тот или иной Пластический Материал Либо Это Пластический Материал Который Вам нравится Работать И который Вы предпочитаете Либо Это Свободный Дисневой Депитализированный Трансплантат Вот о нём Мы сегодня И поговорим С вами Бывают Какие Они бывают Трансплантаты Как Выполняется Забор И Особенности Их Фиксации И Жизнедеятельность На этапе Первых 14 дней Которые Самые Важные Для Выживаемости Свободных Дисневых Трансплантатов Какие Они бывают Субопиталиальные Полнослойные Полнослойные Депитализированные Недепитализированные Здесь Никаких Чудес Нету В общем Всё Свелось К двум Методикам Забора Этих Трансплантатов Применяются Они При Двухэтапных Двуслойных Методиках И Привести Блопластиках Есть Некоторые Особенности Фиксации Свободного Дисневого Трансплантата Независимо От того Какой он Субопиталиальный Или он Свободный Дисневой Трансплантат Это Наличие Наличие Мёртвого Пространства Так Называемого Это Диатерия Она Выглядит Как Если Делать Инфрофокальную Такую Спектроскопию Сосудистую Есть такие Исследования Я читала О них И Там Прямо Такие Чёрные Большие Точки Огромные Как Лужи Расползающиеся В области Трансплантата Как правило Там Может Произойти Некроз Если В поверхности Недостаточно Поэтому При фиксации Мы должны Соблюдать Первое Правило Трансплантат Должен быть Плотно Прижат Принимающему Лужу Второе Правило Которое Позволяет Выжать Трансплантат Даже Если Он Будет Не очень Толстый Или Кровоснабжение Где-то Будет Страдать Максимальное Количество Швов Через Трансплантат То есть Он Как правило Пришивается Двумя Швами Все Остальные Швы Которые Фиксируют Его К ложу Они Должны Быть Прижимающими И Также Есть Особенность Когда Вы Фиксируете Свободный Дисневой Трансплантат Истончение Краев Трансплантата Для Такой Оптимальной Адаптации Есть Такая Книга Английского Автора Называется Она Раны И вот Там Есть Огромная Целая Теория О том Что Чем Лучше Совпадают И сведены Края Двух Лоскутов Или Принимающего Ложа И Свободного Трансплантата Тем Быстрее Там Образуются Анастомозы Коллатерали Сосудов И тем Лучше И быстрее Возникает Приживаемость Первые Трое Суток Трансплантат Писается Диффузно От Принимающего Лужа И чем Скорее За эти Трое Суток Образуются Коллатерали По Периферии В зоне Его Прикрепления Тем Быстрее Восстановится Сосудистая Сетка Капиллярная И тем Быстрее Точно С большей Прогностичностью Благоприятностью Произойдет Приживление Этого Трансплантата Свободного Почему Вообще Было Развитие Такой Поиск Пластических Материалов В свое Время Потому что Очень Большая Негативная Реакция Была После Забора Аутологичных Трансплантатов Очень Много Было Некрозов Осложнений Таким Образом Какой-то Период Старались Уйти От Применения Свободных Десневых Трансплантатов Но сейчас Все вернулись Потому что Произошло Понимание Конечно Развитие Микрохирургической Техники Применения Оптики Врачом На приеме Очень Сильно Сдвинуло Это С мертвой Точки И дало Понимание Того Как нужно Адаптировать Этот трансплантат Как фиксировать Что даже Вот такие Нюансы Как Истончение Скальпелем Краев Трансплантата Дает Максимально Благоприятный Эффект При его Фиксации Дальнейшей Жизнедеятельности В полости рта Свободный Соединительный Ткан Десневой Десневой Трансплантат Имеет Три метода Забора Чем Интересен Данный Курс Мы с вами Живем Во времена Когда Нас Прессингуют В части Необходимости Применения Современных Импортозамещающих Технологий Вот здесь Сидит Очень Такой Уже Преданный Нам Доктор Зульфия Бунисова Которая Работает Много Много Лет Только В одной Той же Поликлинике Стоматологической Города Санкт-Петербурга Есть Еще один Доктор Людмила Александровна Которую Я не знаю Сколько знаю Ну наверное 25 Да Наверное Примерно Так Вот И могу Сказать Что она Тоже Верный Верный Такой Преданный Доктор Поликлинического Комплекса Но она Тоже Она Интересовалась Она Искала Новые Пути И применение Каких-то Новых Технологий И сказали Ну годы Через полтора Мы может быть Это купим Поэтому То что Сегодня Представила Мария Она На самом деле Уже Практически Без пяти минут Ученый Кандидат Медицинских Наук У нее Есть Патенты На те Материалы О которых Она Сегодня Рассказывала У нее Очень большой Клинический Опыт Применения Этих Препаратов Вы наверное Заметили Фразу Да Она Сказала А я Ничем Другим Кроме Этих Материалов Не пользуюсь Значит Мы можем Доверять Всецело Тому Что Она Нам Сегодня Сказала И конечно Это маленькая Часть Того Что Она На самом Деле Делает Своей Практикой Поэтому Я Желаю Вам Всяческих Успехов И Спасибо Вам Что Вы так Мужественно Выдержали Сегодняшний Марафон Спасибо Алексею Спасибо Екатерине Спасибо Анастасии Спасибо Где Даша Даше Я так понимаю Что у нее Сегодня Боевое Священие Да Во всяком случае Спасибо Всем Стоматологам И Нестоматологам Которые Сегодня Провели Целый День Вот Здесь Да еще И в день Стоматолога Почти В день Стоматолога Поэтому Мы вас всех Поздравляем Еще раз Днем Нашей Любимой Специальности И Желаем Вам Успехов Редактор субтитров Здравствуйте Меня зовут Андрей Владимирович Смельяков Великолепно Подача информации Организация Проведения И С удовольствием Посещу И буду посещать В дальнейшем Циклы Спасибо Мария Александровна Алексей Николаевич Настер-класс Прошел Замечательно Мария Александровна Как всегда Умничка Все доходчиво Объяснила И как она Это все Попыталась Максимально И сложить Все информацию Чтобы это было Доходчиво Нам Спасибо большое Организаторам Приходите Не пожалеете Все было хорошо На высшем уровне